Самые активные, спортивные, талантливые, творческие. Проявить, показать себя, познакомиться с новыми друзьями, конечно, получить удовольствие. Все это форум «Я гражданин Подмосковья», который проходит в Егорьевске на базе отдыха Любляна. В шестой раз в новом формате, новом стиле и новом смысле. 10 тысяч участников, 5 смен, 6 образовательных направлений. Молодежный форум собрал музыкантов, художников, блогеров, спортсменов, волонтеров, будущих предпринимателей, потенциальных парламентариев. Ребята учились и отдыхали одновременно. По итогам двух из пяти смен Щелковский район стал лучшим в Московской области. Первая половина дня у них – это образовательная часть, а уже после начинается внеурочная. И здесь ребята показывают себя действительно во всей красе. Мы играем в игровые виды спорта, и футбол, и волейбол. Мы заняли на четвертой смене первое место. Есть и очень много интеллектуальных игр. Вчера мы заняли первое место в Ворошиловском стрелке, и второе и третье место в Риске. Игра тоже интеллектуальная. На форум мог попасть любой. Достаточно было желания и регистрации на специальном сайте. Район предоставил транспорт и все, что нужно для жизни в палатке. Все пять смен на форуме, а это 21 образовательный день, выдержали немногие. Но в нашей делегации таких целых трое. Я решила съездить сначала на одну смену, но тут были очень интересные лекции. Мне нравится вообще жить в палатках и такой походный вариант. И я решила остаться на все смены. Я состою во многих молодежных организациях, поэтому про этот форум мне было известно. Я пришел с армии буквально чуть меньше месяца назад и сразу сюда, потому что я даже в армии про это мечтал. Сюда поехать. Здесь очень классно. Мне все здесь очень нравится. Я сотрудник молодежного центра Щелковского района, и мы поехали на зональные этапы. И там я прониклась в любовь к ЕГП, и поэтому я приехала сюда на одну смену сначала. Но решила, что надо что-то менять в этой жизни, и бахнула все пять. В Щелковский лагерь приезжали наставники из района. То главы городских и сельских поселений навестили своих, а в день открытых дверей Московской области на форуме побывал глава Щелковского района Алексей Валов. Обступили, начали задавать серьезные недетские вопросы. Как открыть бизнес, как получить землю, где заниматься спортом. Теперь упор будем делать на закрытых спортсооружениях, которые востребованы круглый год, рассказал глава. Медвежоозерском будем строить. В этом году начнем проектировать. В следующем году начнем строить. В Африаново и два фока у нас еще в Щелково. Это бассейн хороший построим. И, скорее всего, очень большой построим фитнес-центр, для того, чтобы по максимуму привлекать вот такой, как бы, уже возраст, как вы. Монинские ребята задали вопросы о судьбе музея ВВС, о возможном переносе летной школы имени Покрышкина, а также о строительстве СИЗО. Ответ – музей останется, летная школа останется и получит дополнительные площади, а СИЗО – это вряд ли. От тюрьмы отцу мы не взрекайся, это как бы, в стране у нас это нормально. Но вот туда не надо пускать, и мы их не пустили, там не будет СИЗО. Пускай еще другое место. Пока Верхиев, от министр научных отношений, пытается бороться, но губернатор поддержал. В рамках форума также работала карьерная площадка, выставка учебных заведений и предприятий. Щелковский район представляли компании «Щелково-Аграхим», «Газпром», «Космические системы», «Щелково-Хлеб» и «Молтон». Чтобы не отстать от трендов общественно-политической жизни этого сезона, все помнят, что будет 9 сентября. На форуме «Я гражданин Подмосковья» устроили, без шуток, выборы губернатора форума. На всех сменах ребята выдвигались, выдвинулось 10 человек. Это ребята из разных муниципальных образований Московской области, разного возраста, активисты различных общественных организаций. И сегодня у нас могут голосовать все гости, эксперты, участники. И мы ожидаем голосования большого количества знаменитых людей, именитых гостей. Щелковский район выдвинул своего кандидата. Глеб Коновалов, руководитель молодежной администрации. Дублер, с позволения сказать, главы района. В миру специалист по работе с молодежью. Там все такие. Я соответствую трендам. Однако модный тренд Глебу не помог. Прав оказался глава Щелковского района, тот, который оригинальный, не дублер. Глеб занял четвертое место. Зато наши ребята записали видеообращение к настоящему губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Мы уже там все рассказали, что мы довольны своим районом, что нам все нравится, что все классно. А также мы поблагодарили его за этот форум. Я восхищен, как организован в этом году форум и ограждение Подмосковья. Мы состраиваем коммуникации всех поселений, муниципальных образований Московской области. Ведь каждый что-то свое преподносит. В спорах рождается истина. И то, что эта площадка губернатору организована, просто честь и хвала ему. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!